Рассматриваем французский журнал 37-го года, предвоенный, да. Мы остановились в прошлый раз вот на этой вот картинке, разглядывая, листая вот эти старые журналы. Так, может быть, вам вот так вот надо сделать, чтобы было посерединке. Посмотрите, какая вещь, очень мне нравится. Здесь нам показано и вот какие-то идеи, вот такие вот, да, как бы многослойность сегодня же модно, да. Посмотрите, вот эффект какой-то многослойности решается. Хотя, может быть, тут сроду и не многослойность, а вот так вот просто все сшито. Там какая-то манишка, например, или просто туда пришита вот это вторым слоем наша блузочка. Какое приятное сочетание цвета. Вот этот мышиный какой-то серый цвет, да. И к нему вот такой вот терракотовый в цветочек добавлен. Посмотрите, какие краски. Они не в лоб, они очень деликатные. И как оно хорошо друг с другом сочетается. Посмотрите опять, какая вставочка. Какие кокеточки, из-под которых идут рукавчики. А здесь какие кокеточки тоже интересные. То есть, очень-очень мне вот это нравится. Ну и тогда было модно всевозможные воротнички. А здесь, видимо, вот юбочка просто по косой сделана. Не обязательно в талии это все делать. Так. Бархатное, я думаю, вот это платье. С каким-то очень мягким, типа хомутика, воротником. И двухцветная вот такая вот идет ткань. То есть, темно-синее и какой-то цвет красным его, конечно, не назовешь. Бордовым тоже, марсала, не знаю как. Ну, как не назови, но очень красиво, да. Вот, пожалуйста, такое бархатное платье. Хоть она и сидит, и формы мы не видим. Но небольшая вот такая двухцветный воротничок какой-то интересный перекрут. И, пожалуйста, здесь вот смотрите, какая опять вставочка интересная. А здесь она поддерживается на юбочке вот такими рельефами. Здесь вставочка есть, плохо видно. Она застрочена маленькими защипчиками, складочками. Это блузочка с коротким жакетиком, юбка. Можно сделать юбку вот такую, вместо юбки сделать сарафан. Сделать жакетик немножко покороче, чтобы удлинить вот эту нижнюю часть, обыграть как-то. И опять смотрите, какие красивые здесь краски, какие рукава. Я не хочу торопиться. Я хочу дать вам возможность насладиться вот этим всем, чтобы вы могли что-то для себя, какие-то идеи для себя брать. Ну, здесь, видимо, какая-то нарядная одежда уже, да. Вот этот вот жакетик с басочкой, коротенький жакет, длинная-длинная юбка практически в пол, пышный рукав, опаш-воротничок. Выточки переведены вниз. Вот я очень люблю, когда нагрудная выточка переведена вот сюда, вот в талию вниз, потому что она смотрится гораздо лучше. Здесь тоже нагрудная выточка переведена вниз. Опять какой-то воротничок. Можно съемный сделать этот меховой воротничок. Вот это, видимо, идея уже такого вот теплого наряда с выходом на улицу. Просто полюбуйтесь. Вот таких широких воротников на полникой фигурке я бы избегала. Они все-таки делают крупную грудь еще крупнее. То есть здесь нужно, как говорится, знать меру. Вот такой вот блуза какая-то, которая одевается на маленькое платье. Разве мы не носим сегодня вот такие блузы? Вот вам однотонная ткань, вытянутый прямоугольник. Вы его создали. Платье в пол. Длинная длина. Чем длиннее длина, тем больше силуэт похож на вытянутый прямоугольник. Для полника фигурки это очень актуально. И плюс вот такая блуза сверху надета. Любая блуза, может быть шифоновая, шелковая, какая угодно. И все, и вы выиграли, потому что создается вертикальная линия. И вы кажетесь немножечко поуже. Так, 4 минутки. Еще одну картинку рассмотрим. Ну, здесь что у нас? Плессированные вставки. Видимо, плессированная юбка. Вот это вот юбка четырехклинка. Выкроенная, может быть, клинья по косой, а может быть не по косой. Но видите, вот показано. Это, видимо, шелк, как он играет, да? Просто юбка четырехклинка. Это гораздо безопаснее, чем делать без шва здесь. И косину уводить по бокам, потому что бока провиснут. А здесь вот так красиво, ритмично ложатся фалды внизу. Вот для того, чтобы они такие получились, мы тоже с вами знаем, что нужно делать. Вот такая вставочка фольклорном в таком стиле. Почему нет? Кто-то его любит. Вот такой разрезик на рукавчике, посмотрите. И вот здесь, по-моему, есть разрезик. Опять плечевой пояс очень четкий. Вот такой воротничок, посмотрите, интересный. А с под него можно сделать все выточки, перевести из-под этого воротничка асимметрично. И будет красивая сборка. Здесь вот они просто застрочены вот такими маленькими защипчиками, как декоративно. У всех моделей есть грудь, что нам очень и очень нравится. Ну вот давайте опять на этом мы прервемся. И до следующих встреч. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы.